Голландия, Голландия, Голландия. Вроде как и маленькая страна, но на велике с трудом объедешь. Для тех, кто собирается приехать в Голландию и покататься на великах, один немаловажный совет, как выбирать велик. Соответственно, в Голландии есть средний класс, что в своем принципе отсутствует в России. Данное понятие. Понятие существует, но на практике его нет. Если вы мажор, московский или тюменский, я не знаю, и решили приехать в Голландию, и у вас дикое желание покататься на велике. Поэтому один очень важный совет. Выбирайте велик. То есть это могут быть разные способы, как вы там будете его снимать, покупать. Или же покупать в магазине, или покупать с рук, но не советую покупать с рук на улице. Потому что велики здесь по большей части ворованы. И поэтому очень осторожно с этим. И если вам предлагают, особенно темнокожие парни, велик на улице, то лучше как бы от этого отказаться. И, соответственно, возвращаемся к нашей теме, как выбрать велик. А если вы мажор, то приезжайте в Голландию и выбирайте. Лучше всего идти в секонд-хенд и покупать самый-самый ржавый и фиговый, но на ходу велик. Чтобы, ну, даже можно его как бы заплатить бабок, чтобы его за дизайн сделали таким образом, замаскировали под ретро-велик. То есть не надо там какой-то навороченный, иначе вас будут вообще не уважать на дорожках. И никто вас даже не пропустит. И поэтому советую, этот совет, прислушайтесь к этому совету. И обязательно, приехав по приезду в Голландию, обязательно покупайте какой-нибудь самый раздроченный велик. Можно вообще там найти его на улице, где-нибудь у канала и кататься на нем. Это значит средний класс Голландии. И тогда вам на велодорожках будут открыты все дороги, вы свободно можете проезжать где угодно, вас никто не будет подрезать. И, в принципе, на вас будут смотреть как на человека, а не как на какую-нибудь скотину. Ну, скорость на велосипедах неограничена, вы можете ездить с неограниченными скоростями, насколько велосипед вам позволяет. Хотелось бы добавить, чтобы вы не оплошали, что права, в принципе, не нужны на управление велосипедом по Голландии. Но не забывайте на велосипеде иметь катафоты, свет в ночное время, чтобы ездить светло и видеть дороги. Вот, иначе будет штраф. Как и полагается автомобилистам у велосипедников свои же правила. Также надо на перекрестках и пешеходных переходах делать остановки. И вот для этого существуют такие светофоры. Вечерело, пора уже возвращаться, иначе в темноте я не смогу добраться, потому что на моем велике отсутствует свет.